Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Сегодня я хочу рассказать о книге «Гудрун Мепс» немецкой писательницы «Бабушка снова кричит Фридер». Почему Фридер кричит и почему бабушка? Потому что это маленький, непоседливый, проказливый, как мы сказали бы, внучек, у которого есть любящая, очень заботливая бабушка, которая непрерывно ворчит. Это вторая книжка из серии, и бабушка вынуждена ворчать на внука уже вторую книжку. Но это все, конечно, необычайно смешно и очень поучительно, потому что каждый рассказ, начинающийся с фразы «Бабушка кричит Фридер», это рассказ о том, как постепенно ребенок усваивает, что можно делать, что нельзя делать, и ошибается, и именно вот сам процесс метода проб и ошибок, он служит сюжетами для рассказа. Ну, например, он никак не может отвлечь бабушку от ее садовых работ. Ей так нравится поливать ее цветы, ее клумбы. В конце концов, когда она занимается уже в другом конце участка деревьями, кустарниками и так далее, Фридер решает единственным способом бабушке выразить свои чувства. Он бежит, нарывает большой букет цветов и дарит бабушке. Что чувствует бабушка, когда видит, что все ее драгоценные цветы сорваны с клумбы, и вот они ей подарены? То есть, прибить на месте ребенка, в общем-то, нельзя. Он из лучших побуждений, да? Описать довольно сложно. Но можно. Прежде всего, это книга о взаимном терпении, которую должны проявлять обе стороны. И бабушка, и внучек, скажем так. Здесь у нас есть такая вот, говоря казенным языком, оппозиция «взрослый ребенок», где на конкретных примерах, таких очень забавных, да, показаны различные реакции на ситуацию. Иногда бабушка выходит из себя, иногда она не выходит из себя. Но она всегда, прежде всего, мудрый человек, да, она всегда помнит, что любовь важнее всего. Вот без, обходясь без таких абстрактных слов, да, без таких формулировок, Гудерн Мэпс очень хорошо все это воплотила именно в текст. Читайте эти рассказы о проказливом мальчике, и фраза «бабушка снова кричит, Фридер» будет сопровождать любую разбитую чашку, опрокинутую тарелку или какую-нибудь другую неприятность в вашем доме. Потому что это совершенно замечательная книга, она дарит очень много смеха, вот. Ну и, собственно говоря, учит быть терпеливыми. Потому что в истории с цветами, например, бабушка Фридера все-таки обнимает и говорит, ну что ж, понесем эти цветы, поставим в воду, теперь их уже у нас не будет, да. Фридер сам понимает, что он сделал, да, то есть он один раз подарил цветы, но, так сказать, показал себя во всей красе, зато теперь все оставшиеся дни, да, до следующего года на клумбе будет только травка, цветов там не будет. Вот, пожалуйста, простой пример, какая-то такая мораль. Еще об этой книге можно сказать, очень важно, да, что ее иллюстратор Ротраут Сюзанна Бернер. Это художник, создавший те самые огромные волшебные книги, осеннюю, зимнюю, весеннюю и летнюю книги, которые являются альбомами, по которым можно путешествовать. Это как бы история о жизни городка, так и называется, серия «Городок». Вот, и вот тот самый художник, как выяснилось, великолепно совершенно работает и в жанре книжной иллюстрации, скажем так, не такого большого формата, не для самых маленьких. Читайте, наслаждайтесь, бабушка кричит Фридер, издательство «Самокат». Продолжение следует...